В прошлом году в Чувашии начала работать программа инициативного бюджетирования. В сельской местности ее курирует Министерство сельского хозяйства Республики. Суть программы такова. Местные жители сами решают, что нужно построить или отремонтировать на территории их поселения. И софинансируют расходы на это. Пользуется ли популярностью данная программа в районах Чувашии, узнавали депутаты Государственного совета и наша семечная группа. Новые дороги, благоустроенные детские площадки, парковки и многое другое. За 2017, то есть первый год работы программы по инициативному бюджетированию, в 97 городских и сельских поселениях Республики реализовали более сотни проектов. В 2018 в два раза больше. Комсомольский район в программу включился активно. За два года 21 проект. Один из них – спортивная площадка у комсомольской школы номер один. Вот как здорово. Скорто Али появится. Здесь раньше лежал мусор, а сегодня благоустроено. Здесь сюда приходят люди, занимаются спортом. В смеси на благоустройство родника в деревне Осаново означалась сумма в 618 тысяч рублей. Более 100 тысяч из них собрали жители. Как говорят старожилы, раньше родник был для деревни источником жизни. Они здесь вот здесь воду таскали. У нас деревня тогда воды не было, водонапорной машины не было. Жители деревни Долгий остров Батревского района решили, что нужнее всего им дороги. За два года здесь сделали несколько улиц. Почему вы были за такое, чтобы вложиться и построить дорогу? Потому что здесь работаю и здесь живу. И лично по этой улице я 68 лет жил. Раньше в непогоду по улице Апанаева можно было проехать только на тракторе. Теперь здесь щебеночное покрытие. Глава сельского поселения уже представил проекты на следующие годы. В наших планах есть еще в дальнейшем программа будет работы, если поддержка будет. Мы хотим еще включаться, вот улица у нас остается, улица молодежная и улица центральная, которая основная идет к школе. В самом селе Батрево проезды во дворы активно ремонтировали в прошлом году. В этом по улице Карла Маркса появилась парковка и детская площадка. Я тут люблю карасели, турник этот. Здесь постоянно дети играют, очень нам хорошо, удобно. Направления, которые можно реализовать по программе, практически не ограничены. Жители могут решить, что для них сейчас первостепенно. Отремонтировать школу или спортивный центр, благоустроить набережную или парк. Впрочем, всех проблем данная программа не решает. Так, главы поселений пожаловались, что инициативное бюджетирование не предусматривает строительство площадок для сбора мусора и закупку контейнеров, а наличие таковых требует мусорная реформа. С 1 октября 2018 года, как выбрали региональные операторы, мы столкнулись с очень большими проблемами по сбору мусора. Западаты Государственного совета обещали рассмотреть возможные варианты, чтобы переход на новые правила не сильно бил по местным бюджетам. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.